Так, продолжаем осмотр зала насекомых в Тель-Авивском музее природы. Так, вот еще какой-то жучок побежал, муравей. Значит, в этом музее, я думаю, сосредоточены только те виды животных, которые есть в стране Израиль. Вот такая мушка, натуральная мушка, только она уже пришпилена. Пришпилена. И полез вверх по паутинке паук. Так, вот если подойти к животному миру не с точки зрения ути-уси, упа-уси вот такие, да? Ути-ути. А именно с точки зрения искусства, с точки зрения конструкции, да? То можно удивляться многообразию форм и фантазии Творца. Так, вот мы переходим к бабочкам. Тоже это пришпиленные тушки бабочек. Ух, какие, какие, прям самолеты. Стрекоза. А вот это... Типа махаона, да? И, понимаете, вот здесь они как бы мертвые, засушенные. Но они же в реальности живые. Представляете, в каждой, в каждой, какая змея, в каждом таком существе есть жизнь. Вы только подумайте, есть живая жизнь. Она двигается, кушает. Где здесь обитатель, под стеклом, под стеклом обитатель. Даже, возможно, чувствует, да, наверняка чувствует, и, может быть, даже и думает. Вот. Какие удивительные, красивые формы. Жук-носорог, смотрите. Какой красавец. Уникально. А вот, вот эти, вот этот экземпляр, посмотрите. Это, это вообще... Паучки. А-а-а, вот мохнатики, посмотрите. Ну, название вы можете прочитать, кто знает, иврит, или английский, или арабский. Тут на трех языках. На русском, к сожалению, нету. Ну, вот какой красавец. Мехиканский, мексиканский тарантул. Нет, я думаю, все-таки, возможно... Да, нет, указано, что это черный тарантул. И в нашем районе водится. Средиземноморье. Вот тарантульчик. Такой красавчик. Так. Здесь я не вижу обитателей. А, вон. Парочка. Видите? Двигая, шевелят усами. Олеандр. Олеандр. Вот они. Вот. А вот эти черные жуки. Ну, это натуральные жуки, но они сейчас не двигаются. Спят. У них, наверное, сонный час. Они хорошо покушали. Вот разных червячков. Объелись и у них время сна, время отдыха. Вот коллекция бабочек. Вот общий вид этой коллекции. И можно рассмотреть поподробнее эту красоту. Какой художник, а? Великий художник это все разрисовал. Знаете, вот до 29 лет я был атеистом. Пока Бог мне не открылся. И вот я в упор не видел мир с точки зрения творения. Как бы слепой был. Да? Вот теперь я могу видеть это все и наслаждаться красотой, формой, богатством, разнообразием. Потому что я знаю, мне открыто, когда я встретил Бога, что Он есть Творец Всевысущего. И смотрите, неужели, я вот думаю, как атеисты, они, смотря на все это, на эту красоту, как могут допускать мысль о том, что это не создано, не сотворено. Это получилось в результате какого-то непонятного случая. Но это же абсурд. Вот если бы я сам не был атеистом, я бы их, наверное, никогда бы не понял. Но если смотреть на наш мир глазами именно верующего человека, ага, вот еще, то открывается его красота и слава Божья. А на всем творении, во всем творении, друзья, вот какие-то наросты, типа улиток, во всем творении частичка Творца, хотя бы потому, что Он это сотворил, Его Дух. Мы пойдем дальше, мы тут зал осмотрели, пойдем дальше. Я сейчас заканчиваю это видео и открою новое потом. Продолжение следует... Продолжение следует...